Здравствуйте! Никитина Марина, Сергей Михалков, Хитрая мышка. Однажды, видимо, с просонок упала мышь в пивной бочонок и начала тонуть. «Тону! Спасите кто-нибудь! Я гибну в жигулевском пиве! О, как же смерть твоя проста! Глянусь, была бы я счастливей погибнуть в лобуху кота!» «Ну что ж, с окна сказал котища, я вытащить могу вас, но вы сразу превратитесь в пищу!» «Спаси! Спаси! Иду на дно! Сто раз милей мне смертная воля! Ей, ей, не так она страшна!» И мышь от смерти в алкоголе была для смерти спасена. Но, очутившись в страшных лапах, дрожа до самого хвоста и вновь распространяя запах, мышь улизнула от кота. «Я съем вас поздно или рано!» – сказал облизываясь кот. «Но что склонило вас к обману? Какой бессмысленный расчет! Где ваше слово, ваша честь? Вы обещались дать вас съесть!» «Ах, что вы, мышка пропищала! Я это с пьяном обещала!» «Марина Цветаева, «Белое солнце, низкие, низкие тучи» «Доли огородов за белой стеною погост» «И на песке вереница соломенных чучел под перекладинами в человеческий рост» «И, перевесившись через заборные колья, вижу дороги, деревья, солдаты в разброд» «Старая баба, посыпанная крупной солью, черной ломотью калитки, жует и жует» «Чем прогневили тебя эти серые хаты, Господи, и для чего стольким простреливать грудь» «Кость прошел и забыл, и забыли солдаты, и запылил, запылил отступающий путь» «Нет, умереть никогда не родиться бы лучше, чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой о чернобровых красавицах» «Ох, и поют же нынче солдаты» «О, Господи, не может ты мне» Александр Куприн «Куст сиренев» «Хорошо! Прекрасно!» — крикнул он еще за десять шагов, увидев тревожное выражение Женина лица «Ты представляешь? Приехали мы с ним к этим кустам, уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал, выживал» «Что это за дерево?» — спрашивают «Я отвечаю, не знаю вашество» «Он говорит, березка должна быть» «Я говорю, да, должно быть березка вашество» «Он ко мне повернулся, даже руку протянул и говорит» «Вы извините меня, поручик» «Я, видимо, правда, стареть начинаю, раз уже забыл про эти кустики» «Славный он профессор, и умница такой, один из лучших у нас» «У него познание просто чудовищное, и какая быстрота и точность в оценке местности удивительна» «Но Вере было мало того, что он рассказал» «Она заставляла его еще и еще раз пересказывать ей во всех мельчайших подробностях разговор с профессором» Ее интересовало все, какое было выражение лица у профессора Каким тоном он говорил про свою старость, что при этом чувствовал сам Колев И шли они так, как будто никого на улице не было Держать за руки и беспрестанно смеяться А прохожие останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку Николай Юграфич никогда с таким аппетитом не обедал, как в том деле И когда после обеда Вера принесла алмазный стакан чая в кабинет Муж и жена вдруг одновременно засмеялись и посмотрели друг на друга «Ты чему?» – спросила Вера «А ты чему?» «Нет, ты первый говори, я потом» Да так, глупостью вспомнилась эта история с сиренью А ты? А это уже глупость И тоже про сирень Я хотела сказать, что сирень теперь навсегда будет моим любимым цветком Ольга Ромашова Про метро Здравствуйте Извините, пожалуйста, вы не поможете мне Не расскажите, где тут дежурный по станции Налево прямо и в третьем окне Здравствуйте, мне нужен дежурный по станции Дежурный по станции – это вы? Наверное, приятно быть дежурным по станции самого красивого метро Москвы По радио часто говорят и важно И вот что я слышу по радио на эскалаторе по утрам «Если вы видели группы агрессивно настроенных граждан, немедленно сообщайте нам» «Я видела, не группы, а топы агрессивно настроенных граждан, эта агрессия тихонько плещется в гражданах Проще говоря, все метро наполнено агрессивно настроенными гражданами А еще проще говоря – злыми Я уже который год наблюдаю за ними Меня зовут Ромашова Оля Если бы была моя воля, я бы вам много чего рассказала Но про агрессивно настроенных – это важнее всего Я как услышала, думаю, ну точно, надо того Я боюсь, как бы чего ни случилось Там еще по радио сказали о молодежи Молодежи агрессивно настроенной много тоже Ну вот, окошко закрылось Пойду-подойду к колонне в центре зала Там установлена экстренная связь Очень трудно жить на свете, я бы сказала За свою страну ежедневно боясь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Крайнего любовь Олеся Емельянова Лисица-подрядчица Случилось так, что утром рано Лиса бежала через лес И, крики у слухов с поляны, к ним проявила интерес Глядь, собралась толпа большая Пред ней на бугорке медведь Ревет И я вам обещаю На это денег не жалеть Кто взяться хочет? Тут лисица Давай кричать Дай деньги мне Уж я смогу распорядиться Мне можно доверять вполне А справишься? Конечно, справлюсь Лиса Уверила его Я умная И всем тут нравлюсь Она добилась своего Вручили ей мешок на траты Медведь же наказал Смотри Коль подведешь Прибью с досады Будь спок Лисица говорит А что Что Напомни Сделать надо Увы И в государстве нашем Лишь стоит денег посулить Сбегутся толпы их делить О деле не подумав даже АПЛОДИСМЕНТ АПЛОДИСМЕНТ Ирина Самарина лабиринт Заразите меня Заразите меня амнезией Чтобы не помнить порезы души Чтобы верилось, будто впервые Чтобы исчезли обиды тажи Чтобы дышалось, как в детстве далеком Без не имеющей боли в груди Чтобы любовь без расчетов, намеков Чтобы свет там, впереди Или нет, заразите удачей Чтоб сбывались надежды, мечты Вот, смотрите, уже и не плачу А вокруг полон мир доброты Чтоб везло и в любви, и в работе Чтобы жизнь пролетала не зря Чтобы сердце от счастья в полете Даже в пасмурный день октября Или нет, заразите терпеньем Чтобы выдержать злобу людей Чтобы не получить отравления От чужих негативных идей Чтобы спастись от коварства и мести Разрушающих нашу страну Чтобы любовь и остатки от чести Помогли уничтожить войну Оптимизмом меня заразите Чтобы дальше хотелось идти Никогда Никого не судите Вам не знать, что у вас впереди Очень хочется верить душою И любить без оглядки назад Человек — это чудо большое А любовь в человеке Как клад Заразилась любовью Без края Значит Видимо, я спасена Без любви словно небо без рая А без неба земля не нужна В этом мире, уставшем, отпальшем Лишь любовь вдохновляет, чтоб жить Заражайтесь любовью А дальше Постарайтесь ее не убить АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Юнно-морец Хорошо быть молодым Хорошо быть молодым За любовь к себе сражаться Перед зеркалом седым Независимо держаться Жить отважно Черного Обо всем мечтать свирепо Не бояться ничего Даже выглядеть нелепо Хорошо Всего хотеть Брать свое И неукрадкой Гордой гривой шелестеть Гордой славиться повадкой То и это затевать Порываясь тем и этим Вечно повод подавать Раздувалом жарких сплетен Как прекрасно Жить да жить Не боясь машины встречной Всем на свете дорожить Кроме жизни скоротечной Хорошо Ходить конем Власть держать Над полным залом Не дрожать Над каждым днем Вот уж Этого навала Хорошо Быть молодым Просто лучше не бывает Спирт Бессонница И дым Все идеи Наливает Наши юные тела Закаляют Иступление Вот и кончилось Ля-ля Музыкальное Вступление Но пронзительный мотив Начинается Внимание Спят Друг друга Обхватив Молодые Человеки Как в нирване И в невежестве Своем Молодые Человеки Не в бомбом О берегах О серебряных Лугах Где седые Человеки Спать Обнимутся Вдвоем А один Уснет Навеки Хорошо Быть молодым Николай Васильевич Гоголь Ночь перед Рождеством Утону Вот ей-богу Утону Вот Чтоб я не сошла С этого места И если не утону Лепетала толстая Ткачиха Стоя в кучке Диканских баб Посреди улицы Что Я Я разве Лугунья какая А? Я Я разве здесь У кого-нибудь Корову украла Я разве Сглазила Кого Что ко мне Не имеют веры Говорила Баба С фиолетовым носом Размахивая Руками Вот Мне Чтоб Воды Больше Не захотелось Пить Если Старая Переперчиха С собственными Глазами Не видела Как повесился Кузинец Кузинец Повесился Вот Тина Сказал Голова Выходившая Чуба И протеснился Поближе К разговаривавшим Да ты Скажи Лучше Чтоб тебе Фотки Не захотелось Пить Больше Старая Пьяница Это нужно Быть такой Сумасшедшей Как ты Чтобы повеситься Он Утонул Утонул В проруби А это Я так Знаю Как то Что ты Сейчас Была У Шангарки А Сравниться Ты Вишь Чем Стала Попрекать А Гневно Возразила Баба С фиолетовым Носом Ты Думаешь Я не знаю Да Ты Думаешь Я разве Не знаю Что К тебе Диак Ходит Каждый Вечер А Шо Диак Кому Диак Ты Чего Врешь Но Тут К спорившему Протеснилась Ячиха В тулупе Зайчего Меха Крытом Синюю Китайкую И Пропела Диак Я Дам Знать Диака Это Кто Это Тут Говорит Диак Диак Сатана Говорила Пятясь Подобрался Поближе К спорившим А Скверная Баба Сказал Голова Подиакнут Это Движение Заставило Разойтись С ругательствами Всех В разные Стороны Какая Мерзость А Так Кузенец Утонул Боже Ты Мой А Какой Важный Живописец То Был А Какие Ножи Серпы Плуги Умел Выковывать А Шо За Сила Была Да Таких Людей Мало У нас На селе Мати Кузенец Было Теперь И Нет Тут Я Еще Сидя В Проклятом Мешке Замечал Что Бедняжка Был Крепкой Не В Духе А Да А Я Было Собирался Подковать Свою Рябую Кобылу И Будучи Полон Таких Христианских Мыслей Голова Тихо Побрел Свою Хату Никишина Елизавета Иван Андреевич Крылов Листы И Корни В Прекрасный Летний День Бросая Под Олине Тень Листы На Дереве Сефирами Шептали Хвалились Густотой Зелёностью Своей И Вот Как О себе Зефиром Толковали Не Правда Ли Что Мы Краса Долины Всей Что Нами Дерево Так Пышное Кудряво Раскидисто И Величаво Ну Право Хвалить Себя Мы Можем Без Греха Не Мыль От Зноя Пастуха И Странников Тени Прохладной Укрываем Не Мыль Красивостью Своей Клицать Сюда Пастушек Привлекаем У нас Жиранью Позднюю Зарю Насвистывает Соловей Да Вы Зефиры Сами Почти Не Расстаетесь С нами Примолвить Вы Спасибо Можно Тут И Нам Им Голос Отвечал Из-под Земли Смиренно Кто Смеет Говорить Столь Нагло Надменно Вы Кто Такие Там Что Дерзко Так Считаться С нами Стали Листы По Деревушек Не Питали Мы Те Им Снизу Отвечали Которые Здесь Роясь В темноте И Таем Вас Уже Не Узнаете Мы Корни Дерева На Коем Подсвет Красуйтесь Добрый Час Да Только Помните Ту Разницу Между Нас Что Снов Небесной И Снова Народится А Если Коре Не Сушится Не Станет Ни Дерева Ни Бас Марина Цветаева Идешь Ты На Меня Похожи Идешь Ты На Меня Похожи Глаза Устремляя Вниз Я Их Обускала Тоже Прохожи Становись Прочти Слепоты Курилей Магов На Парабаке Что Звали Меня Мариной Сколько Мне Было Лето Не Думай Что Здесь Могила Что Я Появлю Из Городя Я Слишком Сама Любила Смеяться Когда Нельзя И Кровь Прилевала Кожи И Кудри Мои Белись Я Тоже Была Прохожей Прохожей Остановись Сорви Себе Дикий Ягоды Не Вслед От Бищенской Земляники Вкуснее Слащим Только Не Стою Грубо Лоб Опустив На Грудь Легко Обо Мне Подумай Легко Обо Мне Забудь Как Луч Тебя Освещает Ты В Золотой Пыли Пусть Тебя Не Смущает Уголся Спод земли Владимир Железняков Чучело Передо Мною Мелькал Круг Из Их Лиц И Носилась Моя Дочь Небелка В Колесе Мне Надо Остановиться Уйти Мальчишки Набросились На Меня За Ноги Орал Валька За Ноги Ее Они Схватили Меня За Ноги И За Руки Я Легалась И Дрыгалась Изо Всех сил Но Они Скрутили И Выточили Меня В В Железная Кнопка И Шмак В Уголок И Чучело Во Длиной Палке Следом За Ними Вышел Димка И Стал В Сторон Чучело Зато У меня Есть Сказал Лохматый Сунул Димки В Руку Спички И Подтолкнули Его К Чучело Я Замерла Ждала В Последний Раз Но Думаю Он Сейчас Обернется И Скажет Ребята Я Ни Чем Не Виновата Все Я Он По-прежнему Стоял Около Чучело Низко Обустил Голубь Поджигай Приказала Железная Кнопка Он Стоял Около Чучело И Не Была Его Видна Спина Он Сутунился И Казался Каким-то Маленьким Может Быть Потому Что Чучело Было На Днем Палки Только Он Был Маленький И Крепкий Ну Сомов Иди Ж Наконец До Конца Сказала Железная Кнопка Димка Упал На Колени Так Низко Опустил Голову Что Из-за Спины Тащали Только Его Плечи А Голок Совсем Не Было Видно Получился Какой-то Безголовый Поджигатель Он Чиркнул Спичкой И пламя Огня Выросло Над Его Плечами Потом Скочил И быстро Отбежал В сторону Они Подтащили Меня В плотную К огню Я Я Отрываясь Смотрела На Пламя Костр Дедушка Я Почувствовала Тогда Как Этот Огонь Охватил Меня Как Он Жет Печет И Кусает Хотя До Меня До До Волны Его Тепла Я Закричала Я Так Закричала Что Они От Неожиданности Выпустили Меня Когда Они Меня Выпустили Я Бросилась К огню И Стала Расшвыривать Его Ногами Хватать Горящие Сучьи Руками Мне Не Хотелось Чтобы Чучело Сгорело Мне Почему-то Страшно Этого Не Хотелось Рима Казакова Банальная Балава Жила Девчонка И Любви Ждала Нет Али Не Значит Что Жила Она Ждала Любви Ломала Пальцы Она Читала В книгах Про Любовь Как Любят Страстные Испанцы Что Тащит Опора Панцирь Безумный Миг Постания Рабов Но Вот Пришел Он Тот Кого Ждала Сначала Закусила У дела Потом Пошла И Было Больно Свято Но То Что Свято Почему-то Смято В Книжной Черви Чтоб Не Сойти С ума Сожри Все Эти Лживые Тома Жила На Свете Женщина Одна Она Любила Сидя У Окна Забы Что Пенчушка И Зануда И Стать Страницей Ожидая Чуда Ну Вот он Чудотворец Тут Как Тут Он Знает Хорошо Чего Здесь Ждут Хотите Чудо Вот Вам Два Мацка Духи Москва И Ресторан Москва Чудотворец Детям, непрекаянным, твоим. А может, нет тебя? И ни к чему все эти перебранки, пересуды И колокольный звон посуды. Все это ваше. И сердцу, и муну. Но в перерубке девочка живет. Она живет не просто хлеб живой. По вечерам, когда ей темнота Кладет мохнатую на плечи лапу, Она садится и включает лампу. Она великим делом занята. Она читает в книгах про любовь. И ждет любви, как обещает книга Великого, ликующего мига, Как восстание рабов. Где же ты, любовь? Спасибо. Сок и рана. Максим Жигарин. Август. Август. Солнце совсем не щадит траву. Челы проще спинных шершавых мет. Кто переживет август, Тот не умрет. Я переживу август. И не умру. Нам читают мифы, За мифом миф, Все про вечную жизнь, Про космическую войну. А мы уйдем из августа Полюбили Книги о темночестве, тишину. Облако. Ветер гонит его на восток. А каков у нас виноград? Виноград спел. А какое небо Желтое, Как песок. Как песок моря, Которым не успел. Яблоки, Картофель в мундире, Рубаха льна. Мысли, Вишни, раздавленные в клоке, Тело, будто сварено в молоке. Влечный путь. Луна. Мы вернемся обратно К желтому сентябрю. Загорелые до косточек. Все полны одиночества, Сказок и тишины. Бесконечного ко всему Люблю. Жан-Телло-Фонтен. Амур И безумие. В амуре Все о тайне говорит. И пакел, И колчан его, И стрелы, И детский вид. Мы были бы, Пожалуй, Слишком смелы, Когда б задумали, Начав издалека, Исчерпать Сей предмет Во всем его значении. Я лучше расскажу О приключении, Которое Моя несчастного башка Заставила Своё Утратить Зренье. Своим Я складом Речь об этом Поведу. А стоит ли Его Постигшую судьбу За счастье Счесть для нас? Влюбленный Пусть Рассуны. Здесь Мнений моего Не будет. Амур С безумием Играли вместе Раз. Все дни, Когда еще Лишаман Не был глаз. Они Заспорили. Для Разрешения Спора Амур Совет Бобов Созвать Готов. Безумьешь, Потеряв Терпенье, Скоро Ударила Его. И Был Удар Такого, Что Больше Не видать Уже Амур Свет. Венера В отмщении И в обид. И Женщина, И Мать Она Продела Это Повсюду Громко Так Кричит, Что Юпитер Сам И Немезиты И Сути Адские. Но Словом, Весь Их Круг От Крик Ошалели Вдруг. Послушаешь Ее Так Велика Обида, Без Палочки Ее Сынок Сепер Ни Шагу Уж Не Ступит. В чем Он Отраду Бы Найти Одной Не Мог? И Чем Безумие Вину Свою И Скупит? Все Было Взвешено Уж Жители Небес И Польза Общая И Частный Интерес И После Долгого Раздумья Сошлись И на Решении Таком Навеки Счастлива Освобождало Горло И Пальцем Осторожно Нащипывало То место Где Краснелая Соединила Раздраженная Кожа Муся Шагалая Оправдывалась Перед Людьми Волнуясь И Краснее И Оправдывалась Она В том Что Ее Молоденькую Незначительную Сделавшую Так Малой Совсем Не Героиню Подвергнут Той Самой Прекрасной И Почетной Смерти Какой Умирали До нее Настоящие Герои Мученики С непоколебимой Верой В человеческую Доброту В любовь В сочувствие Она думала Теперь Как волнуются За нее Люди Как Мучаются Как переживают У нее Была Совестна До красноты Точно Умирая На веселице Она совершала Какую-то Огромную Неловкость Она Уже Просила При последнем Свидании Своего Защитника Чтобы он Достал Ее Яду Но вдруг Придумала А вдруг Другие Решат Что это Она Из рисовки Или Из трусности И вместо Того Чтобы умереть Скромно Незаметно Она делает Еще Больше Шумно И тут же Добавила Нет Впрочем Не надо И вот И вот Она хотела Только Одного Объяснить Людям И доказать Им точно Что она Не героинь Что умирать Вовсе Не страшно Чтобы О ней Не жалели И не заботились Объяснить Дим Что она Не виновата Что ее Молоденькую Незначительную Удвергает Такой смерти И поднимает Из-за нее Столько Шум Как Человек Которого Действительно Обвиняют Муся Искала Оправдание Пыталась Найти Хоть Что-то Что могло Бы Как-то Возвысить Ее Жертву Придать Настоящую Цену Рассуждала Да Конечно Я Молоденькая Могла Бы Еще Долго Жить Но Ты Как Тлеет Свеча В Свете Восходящего Солнца Тусклой Темной Казалась Молодость И Сама Жизнь Перед Тем Великим И Лучезарем Что Должно Вот-вот Озарить Ее Скромный Был Нет Оправдания Анна Ахматова Смятение Было Душно От жгучего Света А взгляды Его Как луч Я Только Вздрогнула Этот Может Меня Приручить Наклонился Он Что-то Скажет От лица Откнула Кровь Пусть Камнем Надгробным Ляжет На жизнь Моя Любовь Не Любишь Не Хочешь Смотреть Как Ты Красив Проклятый Я Не Могу Взлететь А С детства Была Крыла Мне Очи Застит Туман Сливаются Вещи Лиц И Только Красный Терпан Терпан У тебя В петлице Как Ты Вид Простая Учтивость Подошел Ко мне Улыбнулся Полу Ласково Полу Лениво Поцелуем Руки Коснулся И Загадочных Древних Ликов На меня Поглядели Очи Десять Лет Замираний Криков Все Мои Бессонные Ночи Я Вложила Тихое Слово И Сказала Напрасно Отошел Ты Стала Слово На душе И пусто И ясно Монетник Александр Стихотворение Антона Прадор Стоп Я боюсь попасть с тобой в один лифт Сознание Паникует Кликает Самый огромный шрифт И набивает Экстренные Послания В небесные Инстанции Онлайн Ты знаешь Тайны Которые Бьются Током В округе Запотевают Стеклам Мотаются Красные Фонари Играет Музыка Что У тебя Внутри Решается Вопрос Демографии Ты улыбаешься С фотографией Спрашиваешь Как на личном Я вру, что отлично И придумываю Что-то смешное Сам представляю Как двое Заходит в лифт Зажмуриваюсь Чтобы держаться И не цепляться За эти рваные джинсы Духи И кольца Заходит Солнце И сползает По телеграфным Столб Ты нажимаешь На кнопку Стоп Наш вечер Перестает Быть Томным Отрывок Из романа Толстого Воскресенье И с них Людовым Случилось То, что Часто Случается С людьми Живущими Духовной Жизнью Случилось То, что Мысль Представлявшаяся Ему сначала Как странность Как парадокс Даже Как шутка Все чаще И чаще Находя себе Подтверждение В жизни Вдруг Предстала ему Как самая Простая И несомненная Истина Так выяснилась Ему Теперь мысль О том, что Единственное И несомненное Средство спасения От того ужасного Зла Которого он Видел Состояло Только в том Чтобы люди Признавали себя Всегда виноватыми Перед Богом И потому Не способны Не наказывать Не исправлять Других людей Ему ясно Стало Стало Что все То страшное Зло Свидетелем Которого Он был В тюрьм В тюрьм Он состоял Он состоял в том Чтобы прощать Всегда Всех Бесконечное Число Распрощать Потому что Нет таких Людей Которые Не были бы Виновны А потому Способны Не наказывать Или исправлять Сергей Михалков Заяц Черепаха Однажды Где-то Под кустом Свалила Зайца Лихорадка Болеть Известно Как Несладко То бьет Озноб Его То Под Сниму Лучем Он Бредит Забытие Зовет Кого-то В страхе Наткнуться На него Случилось Черепахе Вот Заяц К ней Голубушка Воды Кружится Голова Нет Сил моих Подняться А тут Рукой Подать Пруды Как Черепахе Было Отказаться Вот Прошел Час За ним Пошел Другой За Третьим Начало Смеркаться Все Черепаху Ждет Косой Все Нет И Нет Ю И Стал Больной Ругаться Вот Чертов Гребешок Вот Костяная Дочь Попутал Без Спросить Тебя Помочь Ну Куда же Ты Запропастилась Плоток Воды Подью Сутки Жду А ты Что Ругаешься Трава Зашевелилась Ну Наконец Пришла Сказал Больной Явилась Да Нет Больной Еще Туда Иду Я Многих Черепах Имею Здесь Ввиду Нам Помощь Скорая Коль Час Нужна В делах Но Горе Коль Она В руках У Черепах Давид Самойлов Ревность Я влюблен Мне пятнадцать Она холодна Я отвергнутый к ней Не иду на рождение Жить мне не в моготу Испеваю до дна Нелюбовь Одиночество И унижение За дворами Сгорает Заря На Москве Наблюдает Пожар Каланча На Сущевке Опускается Сумрак Как при волшебстве В фонаре Зажигаются Длинные Четки Во втором Самотечном Пустын Туда Лишь бродячие Псы Совершают Набеги Но Над снегом Горит Высоко Как звезда Золотого Окошка Висящая В небе Там она Там На тюле Ее силуэт Там Счастливый Соперник Ликует За чаем Я Взбешен Со всей силы Пятнадцати лет Я В отчаянии Ну и Жесток Я отчаян Образ Сладостной Мести Мерещится Мне Громко Слава Увенчанный В час Неурочный Я Объезжаю В столицу На белом Коне Передо мной Переулок Второй Самотечный Открываются Окна Сияет Луна Я Любимая Будьте Счастливы Королева Королева Диана Иван Андреевич Крылов Лягушка Лягушка Живущая И за моча Уважаю По ним Безумная Меня Вы Бедную Не погубите И землю Кровень Хоть С горой Затопите Чтобы В моих Поместьях Никогда Не высыхала Бо вода Лягушка как попит безумолку, и, наконец, Юпитера бронит, что нету в нем ни жалости, ни толку. Безумное, Юпитер говорит, знать не было он тогда сердит. Как квакать по пасу тебе охота, и чем мне для твоих затей перетопить людей, не лучше ли вниз тебе стащиться до болота. На свете много мы таких людей найдем, которым все кроме себя постыло, и кое думают, лишь мне была-то была, а там весь свет горит огнем. Белла Ахмадульна, у мой застенчивый герой. У мой застенчивый герой, ты ломко избежал позора, как долго я играла роль, не опираясь на партнера. К проклятой помощи твоей я не прибегнула ни разу. Среди пули, среди теней, ты спасся незаметной глазу. Но в этом сраме и бреду, и шла пред публикой жестокой. Все на виду, все на виду, все в этой роли одинокой. О, как ты гоготал, партнер! Ты не прощал мне очевидность, без стыжа моих потерь, со своей улыбкой безобидность. И жадно шли твои стада напиться из моей печали. Одна, одна, среди стада Стою с упавшими плечами. Но в променчивой толпе Герой действительно не видел. Герой, как боязно тебе. Не бойся, я тебя не люблю. Вся наша роль, моя лишь роль. Я проиграла в ней жестоко. Вся большая боль, моя лишь боль. Но сколько боли. Сколько. Сколько. Вероника Тушнова. Знаешь ли ты, что такое горе? Знаешь ли ты, что такое горе, когда тугой петлей наборны, когда на сердце губы в тонну, когда нельзя ни слезы, ни стоны. Чтоб никто не увидел Сбарьбе Божия Покрасневший глаз, Потускневший кожа. Чтоб никто не заметил, Как я устала, Какая больная, Старая стала. Знаешь ли ты, что такое горе, Его переплыть все равно, что море, Его перейти все равно, что пустыню. О нем говорят словами пустыни. Говорят, Вы знаете, он ее бросил, А я без тебя, как лодка без весел, Как птица без крыльев, Как растение без корня. Знаешь ли ты, что такое горе, Я тебе еще и все рассказала. Знаешь, как я хожу по Бонгалу, Как расписание изучаю, Как поезда по ночам встречаю, Как на каждом почтанте молю я чудо, Хоть строки, хоть слова, Оттуда, оттуда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Борис с Василием, А Зори здесь тихая. И ты знала, Что рано ее смертельно, И что умирать она будет долго и трудно. Пока боли почти не было, Только все сильнее пекло в животе, И хотелось пить. Но пить было нельзя, И Рита просто мочила в лужице тряпочку, Прикладанную в голову. Вскоре вернулся в оскол, Высбросал ветки, Молча сел рядом, Обхватив раненую лу. Женя погибла, Он кипнул. Женя сразу Умерла. Сразу. Он поймал ее толстый, Все понимающий взгляд. Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, Меня еще повалить надо. Но зачем так? Все же понятно, война. Пока война понятна, А потом, когда мир будет, Будет понятно, Почему вам умирать приходилось. Что ответить, когда спросят, Что же вы, мужики, мамы наших От пульса щетить не могли? Что же это вы за смертник, Женили, а сами целенькие? Не надо, Тихо сказала она. Да, Пасков тяжело вздохнул, Помолчал. Ты ближе покуда, Я вокруг не лежу. Он достал наган, Зачем-то старательно Тернулся на терминую колоду. Возьми. Два патрона, правда, осталось, Но все-таки спокойнее с ними. Погоди. Элита глядела куда-то мимо его лица, Перекрытая ветвями мило. Целую. Вдруг сказала она. Он неупрюженно клонился, Застенчиво ткнулся губами В ее лоб. Колючий. Еле слышно сказала она, Закрыл глаза. Иди. Завалив мне венками и иди. Он скорее почувствовал, Чем расслышал. Этот слабый, Утонувший в ветвях выстрел, Залил, Слушиваясь весной тишины. А потом побежал назад, К огромной выборочной еле. Рита выстрелила на висок, И крови почти не было. Синий порож, Весы окамели пулевое отверстие. И Весков почему-то Особенно долго смотрел на них. Потом отнес Риту в сторону, И начал речь я на том месте, Где она до этого лежала. Данила Смирнов. Владимир Владимирович Майковский. Хорошее отношение к лошадям. Били копыта, Пели будто, Гриб, Граб, Гроб, Груб. Ветром опито, Льдом опуто, Улица скользила, Лошадь на круг Грухнулась. И сразу, Зазевак и зевак, Штаны пришедшие Кузнецким Клешить Сгрудились. Смех Зазвенел И зазвятал. Лошадь упала, Упала лошадь! Смеялся Кузнецкий. Лишь один я Голос свой не вмешивал В войну. Подошел и вижу Глаза лошадины. Улица опрокинулась, Течет поспорно. Подошел и вижу За каплищей каплища По морде катится, Прячется в шерсти. И какая-то общая Свериная тоска Плеща вылилась из меня И расплылась в шерсть. Лошадь, Не надо. Лошадь, слушайте. Чего вы думаете, Что их площадь? Деточка, Все мы немножко лошади. Каждый из нас По-своему Лошадь. Может быть, старая И не нуждалась в няньке? Или, может быть, Мысль ей моя Казалась, пошла? Да только лошадь Рванулась, Встала на ноги, Ржанула и пошла. Хвостом помахивала. Рыжий ребенок Пришла веселая, Стала в стойло. И все ей казалось, Она же ребенок. И стоило жить И работать Стоило. Иван Андреевич Крылов Две собаки Дворовый верный пес Барбоза, Который барскую усердно Службу нес, Увидел Старую свою знакомку. Жужу Кудрявую баллонку На мягкой пуховой подушке На окне. К ней ластясь, И как будто бы к родне Он с умиления Чуть не плачет И под окном Визжит, Вердит хвостом И скачет. Ну что, Жужутка, Как живешь С тех пор, Как господа тебя В хоромы взяли? Ведь помнишь, На дворе вы часто голодали. Какую службу ты несешь? На счастье Грех роптать. Жужутка отвечает Мой господин во мне Души не чает. Живу в довольстве И в добре. И я выпью на серебре, Резвлюсь с балью, А ежели устану, Валяюсь по коврам И мягкому дивану. Ты как живешь? Я, Отвечал барбоз, Хвост плетью пустя И свой повеся нос. Живу по-прежнему, Терплю и холод, И голод, И сберегающий Хозяйский дом. Здесь Под забором сплю И Мокну под дождем, А ежели не в попад залаю, То и Побои Принимаю. Да чем же ты Жужу В случай попал, Бессилен бывший Так и мал, Меж тем, Как я из кожи Рвусь напрасно. Чем служишь ты? Чем служишь? Вот прекрасно, С усмешкой отвечал Жужу. На задних лапках Я хожу Как счастье Многие находят Лишь тем, Что хорошо На задних лапках. Гаврил Николаевич Тройпольский Белый дим, Черное ухо Иван Иванович Отпустил такси В надежде на то, Что поведет Бима на попадке И пошел в Курбон. Шел он действительно С огромной надеждой. Если Бим здесь, То он сейчас Его обнимет, Приласкает. Если же Бима нет, То значит тоже жив Найдется. Ой, Бим, Милый мой Бимка, Грачок мой Бимка, Шепталон, Идя по трубам. И вот сторож Распахнул дверь Пургона. Иван Иванович Отшатнулся И окаменел. Носом к двери Бим бежал Бим. Губы и десны Изорванные Орваные края Жести. Когти Перед них Лап Налились кровью. Он царапался В последнюю дверь Долго-долго. Царапался До последнего Дыхания. И как мало Он просил Свободы И доверия. Больше ничего. Иван Иванович Положил руку На голову Бима. Верного Преданного Любящего друга. Запорхал Редкий снежок. Две снежинки Упали на нос Бима И Не растаяли. А тем временем По городу Еще теснее Сдружившись Шли Алеша и Толик. Спрашивали Они Спрашивали Да и попали На Карантинный двор. Навстречу Им из ворот Вышел Иван Иванович. Увидев детей Он заторопился. И вы сюда. Здесь нет Бима? Спросил Толик. Направили нас Сказал Алеша. Не было Его тут? Переспросил Алеша. Нет, Мальчики. Бима Тут нет. И Не было. Иван Иванович Старался Скрыть Тяжесть На душе И боль Сердца. Это В его Состоянии Оказалось Очень И Очень Нелегко. И Тут Толик Подняв Свои черные Густые Бровки И собрав Гармошку На лбу Сказал Иван Иванович Не обманывайте Нас Пожалуйста Нет Бима Здесь нет Искать 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 Сказал Иван Иванович Уже более Серьезно И убедительно Снег Снег Прош Тихий снег Белый снег Холодный снег Прикрывающий землю До нового Ежегодного Начала Жизни До весны Седой Как снег Человек Шел По белому Пустырю В этом с ним Взявшись за руки Шли два мальчика Искать Своего Общего Друга И у них Была Надежда И ложь Бывает Святой Как правда Так Умирающий Человек Говорит Любимому Мне совсем Уже стало Хорошо Так Мать Поет Безнадежно Больному Ребенку Веселую Песенку И улыбается А жизнь Идет Идет Потому что Есть надежда Без которой Отчаяние Убило Жизнь Александр Сергеевич Пушкин Граф Наталья Павловна Раздета Стоит Параша Перед ней Друзья мои Параша Это Наперстится Ее затея Шьет Моет Вести Переносит Изношенных Капотов Просит Порою С барином Шалит Порой На барина Кричит И ужет Пред бариней Отваж Теперь она толкует Важно О графе О делах Его Не пропускает Ничего Бог Весть Разведать Как успела Но госпожа И наконец Сказала Полно Надоело Спросила Кофту И чипец Легла И выйти Вон Велела Своим Французом Между тем И граф Раздет Узовсил Ложится Он Сигару Просит Месье Векам Ему Приносят Графин Серебряный Стакан Сигару Бронзовый Светильник Чипцы С пружиной Будильник И Неразрезанный Роман В постели Лежа Фальтра Скотта Глазами Пробегает Он Но граф Душевно Развлечен Неугомонная Забота Его тревожность Мыслит он Неужто Вправду Я влюблен Что если Можно Вот забавно Однако Это было Славно Я Кажется Хозяйке Мил И Нулин Свечку Погасил Несносный Женский Лицо Румянец Деревенский Здоровье Крашу Всех Румян Он Помнит Кончик Ножки Нежной Он Помнит Точно Точно Так Она Ему Рукой Небрежной Пожала Руку Он Он Дурак Он Должен Был Остаться С Нею Ловить Минутную Затею Но Время Не ушло Теперь Отворена Конечно Дверь И тотчас На плечо Накинув Свой Пестрый Шелковый Халат И стул В потемках Обракинув В надежде Сладостных Наград К Лукреции Тарквини Новый Отправился На все Готово Так Некогда Лукавый Кот Жуманный Баловень Служанки За мышью Крадится Служанки Полу Зажмулись Подступаем Свернется В ком Хвостом Граем Зажмулит Разинит Когти Хитрых Лап И вдруг Бедняжку Цар-царап Влюбленный Граф В потемках Бродит Дорогу Ощупью Находит Желанием Пламенным Дамин Едва Дыхание Переходит Трепещет Если Пол Под ним Вдруг Заскрипит Вот Он Подходит К заветной Двери И слегка Жмет Ручку Медную Замка Дверь Тихо Тихо Уступает Он Смотрит Лампа Чуть Горит И Бледно Спальню Освещает Хозяйка Мирно Почевает Иль Притворяется Что Спит Он Входит Медлит Отступает И Вдруг Упал К ее Ногам Она Теперь С их Позволения Прошу Я Петербургских Дам Представить Ужас Пробуждения Натальи Павловны Моей И Разрешить Что делать Ей Итак Она Открыв Глаза Большие Иди На Графа Наш Герой Ей Сыплет Чувства Выписные И Дерзновенной Рукой Коснуться Хочет Одеяла Совсем Смутив Ее Сначала Но Тут Опомнилась Она И Гнева Гордова Полна А Впрочем Может Быть И Страху Она Тарквинью С Размаха Дает Пощечину Да Да Пощечину Да Ведь Какую Сгорел Граф Нуль Над Стыда Обиду Проглотив Такую Не Знаю Чем Покончил Он Досадой Страшную Пылая Но Шпиц Косматый Вдруг Залаял Прервав Парашу Крепкий Сон Услышав Граф Ее Походку И Проклиная Свой Ночлег И Своенравную Красотку В Постыдный Обратился Бег Как Он Хозяйкой Параша Проводит Остальную Ночь Воображайте Воля Ваша Я Не намерен Вам Помочь Молинцева Дана Виктория Токарева Самый Счастливый День Рассказ Акселератки Вообще Если честно Мои Мои Самые Счастливые Дни Это те Когда Я Остаюсь Одна Дома Нет Я Люблю Свою Маму Она На Меня Не Давит Не Заставляет Заниматься Музыкой Или Есть С Хлебом При Это Уже Не То Когда Мама Уходит Она Оставляет Записки В Дверях Ключ Под Ковриком Обед На Плите Буду В Шесть Ты Дура Целую Мама Когда Я Выхожу Из Лифта И Вижу Эту Записку Я Ужасно Радуюсь Возможности Жить Как Я Хочу И Никому Не Приспосабливаться Я Вхожу В Дом Ничего Не Разогреваю Ем Прямо Со Сковороды Руками И В Шубе И Стоя Холодное Гораздо Вкуснее Горячего Горячее Отбивает Вкус Потом Я Включаю Проигрыватель На полную Мощность И Зову В гости Ленку Коновалову Мы Вырываем Все Мамины Платья Из шкафа Начинаем Их Мерить И танцевать Мы танцуем В длинных Платьях А ансамбль Синяя птица Надрывается Не Обижайся На меня Не Обижайся И не Жалей И не Зови Не Окно Платьяне Солнце Потом Ленка Уходит Я Сажусь В кресло Ухудываюсь В плед И читаю Сейчас я читаю Две книги Пьесы Александра Вампилова И рассказы Хулио Картасара У Вампилова Мне нравится Папа К нам пришел Гость И еще Один А папа Отвечает Васенька Гость И еще Один Это два После А у Картасара В рассказе Конец Угры Есть Слова Невыразимо Прекрасно Эти слова На меня Так действуют Что Я поднимаю Глаза И думаю Иногда Жить Невыразимо Прекрасно Иногда Ничего Не хочется Я спрашиваю Мамы А зачем Люди Живут Мама Отвечает Для Страданий Страдание Это Норма А папа Говорит Это Норма Для Дураков Человек Создан Для Счастья Мама Говорит Ты забыл Добавить Как птица Для полета Еще можешь Сказать Жалость Унижает Человека Папа Говорит Конечно Унижает На жалость Рассчитывают Только дураки И дуры Умные люди Рассчитывают На себя А мама Говорит Что жалость Это Сострадание Соучастие В страдании На нем Держится Мир Это Тоже Талант Который Доступен Немногим Даже Умным Виктория Токарев Вероника Тушнова Не отрекается Любя Не отрекается Любя Ведь жизнь Кончается Не завтра Я Перестану Ждать Тебя А ты Придешь Совсем Незапно А ты Придешь Когда Темно Когда В стекло Ударит В юго Когда Припомнишь Как давно Не согревали Мы друг Друга И Так Захочешь Теплоты Не полюбившейся Когда-то Что Переждать Не сможешь Ты Трех Человек У автомата И Будет Как Назло Ползти Трамвай Метро Не знаю Что Там И В юг Заметет Пути На дальних Подступах К воротам А в доме Будет Грусть И Тишь И Счетчика И Шорох Книжки Когда Ты В двери Постучишь Сбежав Наверх Без Передышки За Это Можно Все Отдать И До Того Я В это Верю Что Трудно Мне Тебя Не Ждать Весь День Не Отходя От Двери Юлия Друнина Зинка Мы Легли У Разбитой Ели Ждем Когда Начнет Свет Леть Под Шинелью Вдвоем Теплее На Протрогшей Нилой Земле Знаешь Юлька Я Густик Беспокойную Дочку Ждет Знаешь Юлька Я Против Грусти На Сегодня Она Не В счет Отогрелись Мы Еле Еле Вдруг Приказ Выступать Вперед Снова Рядом Сырой Шинели Соглокосый Солдат Идет С каждым Днем Становилось Горьше Шли Без Митингов И Знамен В окружении Попал Под Доршей Наш Потрепанный Батальон Зинка Нас Повела В Атаку Мы Пробились По Черной Ржи По Воронкам Буиракам Через Смертные Рубежи Мы Не Ждали Посмертной Славы Мы Хотели Со Слабой Жить Почему В Пинтах Кровавых Светлокосый Солдат Лежит Ее Тело Своей Шинелью Укрывала Я Зубыша Белорусские Ветры Пели О Рязанских Бухих Садах Знаешь Зинка Я Против Грусти Но Сегодня Она Не В счет Где Ты В Яблочном Захолустье Мама Мамка Твоя Живет У меня Есть Друзья Любимый У нее Ты Была Одна Пахнет В хате Квашнёй И дымом За порогом Стоит Весна И старушка В цветастом Платье У иконы Свечу Зажгла Я Не Знаю Как Написать Ей Чтоб Тебя Она Не Ждала Иван Андреевич Крылов Белка В деревне Праздник Под окном Помещичьих Хором Народ Толпился На белку В колесе Зевал он И дивился Вблизи С березой Ей дивился Тоже Дрозд Так Бегала Она Что Лапки Лишь Мелькали И раздувался Пышный Хвост Землячка Старая Спросил Тут Дрозд Нельзя Ли Сказать Что Делаешь Ты здесь Милый Друг Дружусь День Весь Я По делам Гонцов У Барина Большого Но Нет Ни времени Ни пить Ни есть И даже Духу Перевесть И белка Ему Ему Девятся Все Мне кажется Из кожи Рвется Но только Все вперед Не подается Как белка В колесе Софи Софиулина Александра Федор Михайлович Достоевский Братья Карамазовы Знаешь Хочу добрые люди Ну и что же Такого Бог простит Вот как бы Богом была Всех бы людей Простила Милые мои Грешнички С этого дня Прощаю Всех А я пойду Прощение Простите Люди Добрый Бабу Глупую Вот что Да зверь я Вот что А молиться Хочу Такому Зверю Как я Молиться Хочется Митя Не мешай Пусть Пляшут Все До единого Хоть и скверные Мы А хорошо На свете Хоть и скверные А хорошо Скверные Мы Хорошие Хорошие Мы Скверные Скверные Мы Хорошие Нет Мне скажите Вот что Скажите Почему Я Такая Хорошая Я ведь Хорошая Я очень Хорошая Ну так Скажите Почему Я Такая Хорошая Митя Митя Не давай Мне больше Вина Вино Спокойствия Не дает И все Кружится И печка И дом И все Кружится А я Плясать Хочу И пусть И пусть Все Видят Как я Как хорошо И прекрасно Пляшу Иван Андреевич Крылов Слон на Воеводство Кто Знатен И силен Да Не умен Так Худо Ежели С добрым Сердцем На Воеводство Был в лесу Посажен Слон Хоть Каждый Слонов И умная Порода Однако В семье Не без урода Наш Воевода Вродню Был Полст Да Не вродню Был прост А Слон Слон Мухи Не обидит А вот Добрый Воевода Видит Вступил Одновец Прошение В приказ Что Волки Дея Совсем Сдирают Кожу С нас А Плутый Слон Кричит Какое Преступление Кто Гравить Дал вам Позволение А Волки Говорят Помилуй Наш Отец Их ты Нам Ксимина Тулупа Позволил Любенький Обруг Собрать Совет А шо Не кричат А ковцы Глупые Всего Да бредит С них Сестры По шкурке Снять Да и того Им жаль Отдать Тоташ Говорит Им Слон Смотрите И правда Я Не потерплю А шкурки Так и быть Возьмите А больше Их Не тройте Волоском Соломонова Миллион световых лет Видите Там В вышине Звезда Так Ясно И вам и мне Она видна Но это Всего лишь След Звезда Закрыла глаза Миллион Световых лет Назад Назад Созданы Наши тела Из ран Из бед Но если Любовь была То Была Свет И если Сгорела Она Если Любви Нет Она Еще Будет Видна Миллион Световых лет Кому-то Пришлось бы Остыть Или мне Или вам Видите След звезды В созвездии Льва Так Знаете Что Этот Цвет Это Вы Это Вы На Миллион Лет Световых Световых Николай Васильевич Гоголь Мертвые души Коробочка Старуха задумалась Она Видела Что Дело Точно Как будто Выгодно Да Только Уж Лишком Новое И Небывалое А Потом Начала Сильно Побаиваться Чтобы Как-нибудь Не надул Ей Этот Покупщик Приехал Же Бог знает Откуда Да Еще И В Ночное Время Право Отец Мой Ну Никогда Еще Не Случалось Продавать Мне Покойников Я Боюсь На первых Топорах Чтобы Как-нибудь Не понести Убытку Может Ты Отец Мой Меня Обманываешь Они Того Они Больше Как-нибудь Стоят Матушка Да Какие Жуны Почему Они Могут Стоить Да Ведь Меня Одно Только Останавливает Что Они Уже Мертвы Е Е Дубина Голубая Какая Сказал Приспят Чичиков Уже Начинаю Выходить Из терпения Вы Матушка Начал он Или Не хотите Понимать Слов Моих Или Так Нарочно Говорите Лишь бы Что-нибудь Говорить Но Я Вам Даю Деньги Понимаете Ли Пятнадцать Рублей Сигнациями Ведь Это Деньги Вы Их Не Сыщите На Улице Право Отвечала Помещица Лучше Я Как-нибудь Маненько Повременю А Хочется Понает Купцы А Доприменюсь К ценам Господи Ну Что вы То Говорите Ну Помилуйте Сами Ну Кто Станет Покупать Их Ну Какое Употребление Он сможет Из них Сделать А Может В хозяйстве Послучить Как Надобиться Мертвые В хозяйстве Воробьев Разве Пугать В вашем Огороде Что-ли Господи Какие Ты Страсти Говоришь Проговорила Старуха Крестясь Ой Право Я Все Не Приберу Как Мне Быть Лучше Я вам Пиньку Продам Здесь Чичиков Вышел Совершенно Из границ Всякого Терпения Хватил В сердцах Стулом И посулил Ей Черта Черта Помещица Испугалась Необыкновенно Да Я Дивлюсь Как Они Вам Десятками Не Снятся Вот Это Из Одного Христианского Человека Любия Хотел Вижу Бедная Вдова Убивается Терпит Мужу Да Пропади Окали Со Всей Вашей Деревней Ой Да Шо Ж Ты Разозрелся Так Горячо Знай Я Прежде Что Ты Такой Степнет Да Я В Тебе И Не Прекословила Но Да Изволь Я Готова Отдать За Пятнадцать Ассигнаций Спасибо Спасибо Спасибо. Спасибо.